Всех поклонников Laravel я приветствую на канале CutCode. И мы с вами продолжаем погружаться в тему разработки собственных пакетов для Laravel. Давайте продолжим. Итак, друзья, давайте начнем с того, что в наш сервис провайдер добавим загрузку роутов. У нас простой пакет, он будет по определенному роуту отображать список новостей. Поэтому начнем мы как раз с роутов. Для этого давайте откроем документацию. Заодно научимся пользоваться документацией для тех, у кого с этим сложности. Здесь переходим в раздел Resources, Roads. Видим, чтобы добавить роуты, нам необходимо скопировать эту строку. Необходим метод LoadRoadsFrom с указанием, откуда именно мы будем грузить роуты. Да, давайте сразу создадим директорию с роутами. Roads. И создадим файл с роутом. Назовем его так же, как и наш пакет Posts. И далее в сервис провайдере немножко изменим. И здесь вместо Web у нас будет Posts. Далее откроем наш роут, возьмем WebRoad, скопируем его содержимое, перенесем в наш роут и немножко изменим. URL у нас будет Posts. По этому URL мы будем отображать все статьи. И далее здесь мы не Welcome View отобразим, а пусть будет Index. Давайте сразу создадим директорию для View. Это у нас будет так же, как и в Laravel приложения. Resources. Далее Views. Иерархия директории и наименования не принципиальна. Вы можете указывать свои директории, либо вообще их не использовать. И здесь просто менять расположение к файлам на свои. Поэтому мне просто привычно использовать такую же иерархию, как и в Laravel приложении. Так, здесь давайте добавим View. Index. Blade. Давайте пускай будет такая заглушка. Выводить Hello World. Отлично. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Откроем браузер. Обновимся. Перейдем к нашим постам. Да, и увидим сразу ошибку, что View. Index у нас нет. А почему нет? Потому что мы в сервис-провайдере, во-первых, не загрузили никакие View. Давайте возвращаемся к документации. Поднимаемся к оглавлению. Переходим теперь в раздел Views. И видим команду. Та же самая команда. Только loadViewsFrom. Добавляем ее. И указываем путь до View. Да, у нас точно такой же ресурс с Views. А здесь указываем namespace нашего пакета. Сейчас чуть позже мы поймем для чего. Давайте укажем Posts. Для тех, кто работал с компонентами, думаю, уже поняли, о чем здесь речь. Давайте теперь попробуем опять обновить. И ничего не произошло. У нас все еще ошибка. Хотя в Views мы подгрузили. Как так? Давайте перейдем в Road. И видим, что мы грузим Views с указанием пути Index. И в данном случае у нас Laravel пытается найти в директории Resources Views, то есть во Views приложения Laravel, а не в нашем пакете. Для этого нам необходимо как раз указать namespace, который мы здесь задали. Posts. Давайте вернемся. Здесь укажем Posts, потом 2.2 и уже путь до Views. Вернемся в браузер, обновимся. И все работает. У нас отображается HelloWare. Но согласитесь, какой-то стремный статический пакет у нас получился. Давайте его немного оживим. Добавим модели, миграции. Выведем реальные посты. Вернемся в наш проект. Добавим миграцию. Давайте ее для начала создадим. php.artisan.make. Пусть это будет Model. Сразу и модель создадим. Post. И заодно к ней миграцию. Так, немножко ждем. Отлично. Давайте в нашем пакете сразу создадим необходимые директории. для моделей Models. И далее точно так же, как в Laravel приложении. Data. Base. Миграция. Отлично. Давайте перенесем созданные миграции из Laravel приложения в наш пакет. И модель. Отлично. И у модели, само собой, поменяем Namespace на наш. Posts. Models. Отлично. Давайте сразу укажем. У нас будет простая модель, простая таблица. Будет всего одно поле. Title. Далее открываем миграцию. И здесь мы создадим поле Title. Отлично. Далее открываем наш сервис провайдер. И нам так же, как и Road, так же, как и Vue. Необходимо сейчас загрузить и миграции. Давайте откроем опять-таки документацию. Перейдем в оглавление. Раздел миграции. И как видим, то же самое. Немножко изменился метод. Но так же с указанием пути до миграции. Добавляем. Да, у нас все так же. Database. Migrations. Все отлично. Давайте теперь посмотрим. Откроем терминал. И попробуем выполнить миграции. php.artisan.migrate. Отлично. И посты здесь так же есть. То есть есть кэшбокс. Это пришло из моего пакета. На это смотреть не нужно. Но посты у нас добавились. И таблицы необходимые созданы. Давайте теперь вернемся к роуту. Сделаем его немного правильнее. Добавим контроллер. Давайте также добавим директорию для контроллеров. HTTP. Controllers. И создадим контроллер для отображения наших постов. php.artisan.migrate. Controller. Post. Controller. Можно и вручную все это делать. Но мне так гораздо удобнее. И опять-таки переносим из Laravel приложения в наш пакет. Не забываем только менять namespace. Так. И у нас здесь будет один метод индекс. Возвращаем пока что просто в вьюху. Используем namespace нашего пакета. Posts. И далее путь до вьюхи. Здесь давайте возьмем все посты. Из модели пост. И передадим во вьюху. Отлично. Немножко изменим road. Усложним его, скажем так. Post. Controllers. Метод индекс. Отлично. Давайте посмотрим, не сломалось ли у нас ничего. Видим ошибку. Вспоминаем, что необходимо, если автор ошибается, ставить лайк. Без этого никуда. Тогда ошибок в будущем будет меньше. Мы забыли базовый контроллер. У нас в контроллере используется контроллер, который располагаться должен в той же директории. А мы его не взяли. Давайте скопируем из Laravel приложения. И перенесем в нашу директорию. Ну и опять-таки изменим namespace. Окей. Давайте теперь обновим. Все отлично. Все работает. Идем дальше. Давайте изменим немножко вьюху. Не hello world, а здесь. В цикле выведем все посты. Которых, кстати говоря, еще нет. Так. И здесь мы выводим пост title. Окей. Давайте посмотрим. Все нормально. Все пусто. Ничего нет. Возвращаемся в пост контроллер. Давайте создадим несколько постов. Не будем использовать фабрики, чтобы поскорее пройти этот момент. Да. Три раза обновим. Добавим три поста. Видим, что отлично у нас выводятся посты. Окей. Супер. Друзья. Смотрите. Мы как авторы решили оставить вьюху вот в такой. В таком виде. Никак не стилизованный. Просто выводящий title. Но в будущем кто-то решил использовать ваш пакет. И ему такой подход не нравится. Ему нужно стилизовать вьюху под свой проект. И работать с этой вьюхой совсем иначе. Как ему в данном случае быть? Ведь он не может модифицировать ваш пакет. Но ваш пакет должен быть по принципам solid закрыт для модификации. Но открыт для расширения. Как в данном случае этот момент исправить? Нам необходимо опубликовать ваши вьюхи в Laravel приложении. И в дальнейшем уже тот, кто будет использовать ваш пакет, будет просто менять вьюхи в рамках своего Laravel приложения. Давайте посмотрим, как это делается. Вернемся к документации. К вьюхам. И нам необходима команда Publishers, которая как раз будет публиковать вьюхи, но уже в директорию со вьюхами Laravel приложения. Возвращаемся в Post Service Provider. И далее начинаем публиковать. Так, у нас они располагаются в ресурсах вьюхи, все правильно. И мы будем их копировать в ресурсах ПАВ, то есть сюда, в директорию вьюхи, далее в директорию вендор и далее вендор нейм. В нашем случае это будет Post. Окей, отлично. Далее, как их опубликовать? Открываем терминал и воспользуемся командой PHP Artisan Vendor Publish. Здесь видим список всего, что можно опубликовать. В списке видим и наш провайдер под номером 12. Мы можем его скопировать. И сейчас, к примеру, указать 12. И все, что есть в нашем сервис-провайдере на публикацию, опубликуется. В нашем случае пока что только вьюхи. И они у нас должны отобразиться в директории ресурсов, вьюх, вендор. И вот у нас директория Post, индекс. Отлично. Если мы сейчас здесь что-то изменим. Порядковый номер, скажем, выведем. Заглянем в браузер. То уже увидим, что наша вьюха изменилась. Мы никак не модифицировали сам пакет, но расширили его и изменили вьюху. Также можно опубликовать все из нашего сервис-провайдера с использованием дополнительного атрибута провайдер. И далее указать лишний абзац. Неймспейс нашего провайдера. И как видим, тоже все работает. Можно сразу этот момент скопировать. Перейти в наш пакет, в файл. И в установку добавить также этот пункт, что для установки публикации всего необходимого. Необходимо также вызвать эту команду. Отлично. Идем далее в документацию, в оглавление. С чем еще можно поработать? С конфигами. Конфиги тоже часто используются в пакетах. И мы можем также опубликовать собственный конфиг. Давайте это сделаем, чтобы посмотреть, как этот момент работает. Добавим publish. Изменим posts. Post. Также в нашем пакете создадим директорию для конфигов. Конфиг. Post. И здесь вернем массив. Пусть будет, для примера, ключ variable и значение variable в тест. Не имеет значения. Далее давайте вернемся в терминал. Опять опубликуем, чтобы появился. Также конфиг. Давайте посмотрим, есть ли он. Так, конфиг posts есть. Да, и мы можем уже здесь менять. Давайте добавим. Один, два, три. Далее. Давайте на индексной странице в веб-роуте. Здесь распечатаем конфиг posts variable. Да, конфиг, который мы опубликовали и далее расширили, немножко его изменили. Давайте перейдем на главную страницу. Отлично, видим, что работает. Что конфиг мы также опубликовали. И вьюху, и конфиг. Возвращаемся к документации. Далее у нас еще есть транслейты, переводы. Они также располагаются в ресурсе, сленг. Я думаю, этот момент мы делать не будем. Так как это то же самое в целом, как и миграции, как и конфиги. Здесь ничего сложного нет. На что еще можно обратить внимание? Так, здесь еще есть компоненты. С компонентами, я думаю, тоже ничего сложного. То есть вы также можете создавать в рамках своего пакета компоненты. Подгружать их также через сервис провайдер. Указывать namespace, как мы делали с роутами. И далее уже во вьюхах вызывать эти компоненты. Как и в рамках вашего пакета, так и в рамках Laravel приложения. Если оно используется, соответственно, ваш пакет. За единственным исключением, не просто x наименование компонента. А еще указываем namespace вашего пакета. Так, друзья, далее мы также можем добавить какие-либо консольные команды. С этим я уже предлагаю, мы можем поработать. Давайте для начала создадим консольную команду. php artisan make command. Пусть это будет post command. Также создадим директорию в нашем пакете. Для консольных команд можно прям сразу отсюда все скопировать. Перенести их к нам. Только давайте отсюда уже ее удалим. И здесь kernel нам не потребуется. Откроем, изменим namespace. Пусть будет posts install. Описание не имеет значения. И здесь давайте зададим вопрос. Начать установку. И распечатаем содержимое. Далее вернемся в документацию. Скопируем код, чтобы добавить консольную команду. И здесь оставим одну и изменим на post command. Отлично. Давайте посмотрим, все ли хорошо. Вернемся в терминал. php artisan post install. О, отлично наш вопрос. Все супер. Все работает. Я думаю, у вас уже разыгралась фантазия. Над тему какого-либо пакета. Надеюсь, у вас все получится. И в итоге вы реализуете крутой пакет. Да, друзья. Действительно, если у вас появляются какие-либо идеи. То я думаю, вы очень рады, что познакомились с этой темой разработки пакетов. И я надеюсь на ваш лайк и комментарий. Так, а мы идем дальше. И сейчас будем публиковать наш пакет. И далее устанавливать его уже с помощью композера. Да, еще раз обращаясь к команде publishers. Хочу вам сказать, что таким образом вы можете публиковать все, что угодно. Не только конфиги, не только вьюхи. А какие-либо ассеты, изображения. Все, что угодно, вы можете публиковать уже в само Laravel приложение. Да, друзья. Совсем забыл. Прежде чем публиковать, необходимо немножко изменить композер JSON в нашем проекте. А именно, заглянем в документацию. И добавим секцию Extra. Зачем она нужна, я сейчас объясню. Смотрите, мы как подключали наш сервис-провайдер. Мы открывали Config, App. И здесь добавляли в список провайдеров также и наш провайдер. Можно его отсюда убрать. После того, как мы уже закончили с разработкой нашего пакета, посмотрели, что все работает. И далее мы открываем наш пакет. Файл Composer JSON. И здесь добавляем секцию Extra, которую мы только что скопировали. К секции LSS нам не надо. Здесь у нас фасад. Мы не использовали. А в провайдере мы указываем путь до нашего провайдера. LITO Posts Provider. Posts Service Provider. Отлично. Что мы в данном случае сделали? В данном случае мы указали, чтобы Laravel сам автоматически в последующем, когда мы будем устанавливать наш пакет с помощью композера, также подключал и Posts Service Provider. И не будет необходимости в Laravel версии 8 добавлять этот провайдер в конфиг AppHP. Итак, друзья, а теперь переходим к кульминации нашего урока. Думаю, все этого как раз ждут. Начнем публиковать наш пакет на Packages, а далее установим с помощью композера. Но еще немного откорректируем Composer JSON в нашем пакете. Во-первых, откроем Composer JSON нашего Laravel приложения. Здесь уже уберем AutoLoad с нашим пакетом из директории Packages. Но добавим AutoLoad в наш пакет. Только путь будет от текущего директории с пакетом до директории Sorts. Там у нас располагаются все классы для подгрузки. Отлично. Далее давайте перейдем на GitHub. И создадим репозиторий для нашего пакета. Пост. Репозиторий публичный. Создать. Далее нам GitHub подсказывает, что делать. В наш случае это запушить уже существующий репозиторий. Для начала скопируем URL репозитория. Добавим эту команду. Далее давайте закоммитим. Добавим точнее все файлы. Мы их еще не добавляли. Git at all. Далее commit. Пусть будет init. Отлично. И branch мы уже создали, только мастер. Теперь давайте запустим. Запушим точнее. Немного ждем. Отлично. Все хорошо. Обновляем. Видим, что репозиторий у нас создан. Далее давайте создадим первый релиз. Первую версию нашего пакета. Тег у нас будет 1.0. И название stable. Так, отлично. Релиз мы опубликовали. Репозиторий у нас есть. Далее идем на Packages. Здесь нажимаем сверху на кнопку submit. Чтобы добавить наш репозиторий в менеджер пакетов композера. Копируем ссылку на GitHub. Добавляем ее здесь. Нажимаем кнопку check. Packages проверяет. Недели такого названия. Есть похожие. Но в целом все хорошо. Нажимаем submit. И в целом мы уже опубликовали наш пакет. И можем его устанавливать с помощью композера. Composer require little posts. Но помимо всего прочего, нам также Packages подсказывает, что если вдруг ваш репозиторий обновится, то здесь изменений никаких не произойдет. Но можно добавить GitHub hook и этот момент исправить. Давайте сразу это сделаем. Заодно научимся и с этим работать. Нам нужна вот эта секция по настройкам. Нужно добавить вебхук. Переходим в наш репозиторий. Сеттинг с настройки. Вебхуки. Добавим вебхук. И сделаем все то же самое, что нам говорит Packages. Скопируем payload URL. Здесь контент-тайп укажем JSON. И токен возьмем отсюда. Отлично. Добавляем вебхук. Смотрим Packages. Немножко назад. Обновляем. Видим, что ошибки уже нет. И все здесь будет обновляться, когда мы будем вносить изменения в наш репозиторий. Давайте вернемся к нам. И попробуем установить наш пакет, но уже с помощью композера. Так, откроем терминал. Композер. Require. Лито. Пост. Отлично. Ждем установку. Все супер. Все установилось. Давайте проверим, что все хорошо. Во-первых, мы не добавляли в конфиг наш провайдер. Здесь его уже нет. Он у нас добавляется с помощью композера нашего пакета. Вот здесь, в секции Extra. Этот момент мы тоже сейчас проверим. Давайте откроем наш сайт. Здесь перейдем в Posts. Так, видим ошибку, так как я забыл запустить сервер. Давайте вернемся. PHP Artisan. Serve. Отлично. Теперь обновим. Перейдем в Posts. Отлично. Все то же самое, все работает. Только теперь мы установили наш пакет с помощью композера. То же самое, если мы сейчас откроем README установку. Мы видели, что у нас есть еще команда по публикации нашего сервис провайдера. Точнее всего, что публикует наш сервис провайдер. Да, и мы заодно видим, что этот момент у нас так же работает. Друзья, всем спасибо за просмотр. Мы расширили свой скилл в Laravel разработке. Дополнили его знаниями о разработке собственных пакетов, а также о том, как их публиковать. Так что жду от вас крутые пакеты, которые сам буду использовать. Почему бы и нет. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь на ваши лайки и комменты. А также подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылка будет в описании. Всем пока. Увидимся на канале Каткот. Субтитры сделал DimaTorzok